Встреча была задумана в формате диалога или коллективного интервью, что очень одобрила сама Валентина Илларионовна, привыкшая к откровенным беседам и искренним вопросам. Готовьте вопросы, и я на них буду отвечать. Даже когда приглашают меня, вот, слава богу, они от меня отказались, и я тоже, слава богу. Кто, секрет на миллион, да, вот. Я говорю, не-не-не-не, я ничего сочинить не буду, вы что спросите, то я вам могу отвечать, могу не отвечать. Многие зрители заранее подготовили вопросы, а то и несколько молодых людей больше интересуют глубокие жизненные уроки. Главный вопрос – узнать, во-первых, то, что повлияло, причину выбора профессии стать актрисой, узнать вообще побольше о человеке, о ее деятельности. Старшему же поколению Валентина Талызина близка в том числе в своих театральных и писательских ипостасях. И не только фильмы, а спектакли, как сценарист фильма Марии Башкирцева, о котором мало кто знает. И женщина в жизни Бунина, она тоже сценарист этого фильма. Более 40 ролей в театре Моссовета, более 100 киноработ, прекрасные роли в качестве актрисы озвучания. Каждый любит Валентину Талызину за что-то свое, поэтому забит не только зал, но даже заняты места на ступеньках. Всем без исключения, Валентина Талызина знакома и любима по роли в «Культовой иронии судьбы». Артистка не только сыграла подругу главной героини, но и подарила ей свой голос. Ее же голосом говорила и пела мама дяди Федора. Хватит! Хватит, надоело! Моя жизнь совершенно беспросветная. Я живу как крестьянка крепостная. Последняя театральная работа артистки – роль Васы Железновой из одноименной пьесы Горького. Валентина Талызина в этом спектакле фактически соавтор режиссера. О постановке она рассказала с любовью и юмором. Один очень доброжелательный режиссер в нашем театре сказал, «А вас была детородной женщиной». Я без паузы сказала, «А я буду детородной женщиной». Артистка окутала зал своим обаянием, открыто отвечая на вопросы, каждый раз срывая аплодисменты. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.